Здравствуйте, уважаемые зрители канала Бурят-Монгол РФТ. Мне хотелось бы сказать несколько слов по поводу последней новости из Бурятии о создании там специального комитета по борьбе с терроризмом и сепаратизмом под руководством руководителя главы республики Бурятия Алексея Сыденова. Ну что я могу сказать по этому поводу? Как уже отметили многие наши соратники из других движений, создание этого комитета означает высокую оценку деятельности бурятских активистов и деятелей национальных движений, которые создали комитет независимости в Бурятии. Второе, о чем хотелось бы сказать, это пожелать этим неуважаемым деятелям комитета, возглавляемого генерал-губернатором Бурятии Алексеем Сыденовым, в который также входит глава УФСБ по Бурятии, пожелать им все-таки включить логику и прежде всего расследовать деятельность таких деятелей политического истеблишмента России, как Владимир Путин, Дмитрий Медведев, картонный маршал Шойгу и других деятелей из этой кремлевской комарелии, потому что если бы не их безумное решение напасть на суверенную Украину, если бы не ввязывание России в эту преступную войну, речи ни о каком сепаратизме в России не возникало бы еще очень долгое время. Но именно этот роковой шаг, который толкнул Россию на край пропасти, этот шаг, который был сделан 24 февраля 2022 года, именно он стал означать начало конца Российской империи. То, что Россия – это империя, а никакая не федерация, я думаю, сейчас понятно стало всем. Потому что в демократическом государстве, особенно если это федерация, всегда существует право выхода субъектов этой федерации из состава государства и создания своего собственного государства. Сепаратистские настроения существуют во многих демократических странах. В Испании, например, есть очень мощное движение Каталонии за независимость, Басков за независимость. И с этими движениями считаются... Если мы говорим о Великобритании, то совсем недавно, несколько лет назад, в Шотландии прошел референдум, где решалась судьба Шотландии. И с незначительным большинством победили на референдуме сторонники того, что Шотландия должна остаться в составе Великобритании, Соединенного Королевства. В Канаде, например, за независимость ратуют различные провинции, такие как Квебек, ну и даже не только Квебек, но и англоязычные провинции, которые богаты, например, нефтью и не хотят поддерживать экономику всей Канады. И все эти движения абсолютно легитимны. А то, что происходит сейчас в России, эта борьба с инакомыслием, она просто показывает всему миру, что Россия полностью превратилась в фашистское тоталитарное государство, где абсолютно не принимаются никакие иные точки зрения, где людей просто сажают в тюрьму за внешний вид, как, например, случилось с небезызвестным рэпером Васё. И что же остаётся комитету, который будет бороться за единство России? Владимир Путин и также Алексей Циденов. Я бы хотела обратиться к главе Бурятии. Подумайте, Алексей Циденов, может быть, вам нужно с самим собой бороться? Потому что поддерживая Путина, поддерживая эту войну, вы таким образом делаете всё для развала страны. И совсем недавно, в конце этого года, в начале декабря, я ездила на форум, свободных народов пост-России в Риме. Я выступала в Сенате Рима. Мы встречались с представителями Комитета по международным делам парламента Италии. И на этих высоких площадках деятели национальных и регионалистских движений говорили о своём стремлении, о выходе из состава России, о том, что Россия не должна существовать, потому что одна из последних империй. И всё это обсуждалось, и обсуждались также перспективы развития этого пространства после того, как Россия развалится. Скажите, было ли возможно такое ещё три года назад? Почему это стало возможным? Именно потому, что Путин и приспешники Путина, такие как вы, Алексей Циденов, развязали эту войну. Поэтому, прежде всего, подумайте об этом и боритесь с самими собой. Уважаемые наши подписчики, спасибо за внимание. До новых встреч!